Ребята, сейчас раннее утро, я просто не могла не показать вам это. Посмотрите, какой красивый у нас восход. Я даже не знаю, как это назвать. Смотрите, какая красота. Боже мой, это просто похоже на кинематографическое небо, отредактированное. Красиво, да? Всем доброе утро! Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. И я сегодня без макияжа, у меня свободный день. Я пойду в фитнес-клуб. И сейчас я покажу вам, что будет в моей сумке в фитнес-клуб. Кто-то спрашивал у меня, и что я беру с собой в сауну и так далее. И поэтому я сейчас все вам расскажу, а потом мы с вами нанесем буквально минимальный макияж. Потому что я ужасно сонная, и глаза немножко воспаленные. Нужно что-то с собой сделать. Все-таки нужно выглядеть даже в фитнес-клубе так, чтобы вдохновлять людей, а не заставлять их себя жалеть. Это все, что будет в моей спортивной сумке. Одежду я предпочитаю теплую и удобную. Поэтому вот такая парка с капюшоном, она с начесом. Теплые брюки. Кофточка со встроенным топом. Все вещи я приобретаю в основном в спортмастере. Там же мы приобретали вот такие перчатки. Они очень удобные, чтобы держаться за снаряды, за ручки. Ну, в общем, в них рука не потеет. Очень удобно. Вечно живые скетчерсы, которые прекрасно стираются. В них не жарко, ничего с ними не происходит. То, что я беру с собой в сауну, обязательно беру вот такую вот складную сумочку. Вот она рыженькая. Мама мне ее подарила. Очень удобно раскрывается. И туда можно положить свой полотенчик. Ну, в общем, все-все-все, что вы берете в сауну, в душ. Возьму попробовать вот этот шампунь. Не пробовала от Тимоты. Мезо-маска для волос от Белита. Мне показалось бессмысленной, но надо использовать до конца. Вот такая вот забавная шапочка у меня. Со смешной какой-то надписью. Из Сочи мы ее привезли. Складная расческа. Мыло с люфей покупаю в Стендерс. Оно уже со встроенной мочалочкой как бы внутри. Однако все равно беру с собой мочалку. Приобрела себе японскую вот такую мочалку. Она как простыня раскрывается. Прям огромная, очень сильная такая скрабирующая. На чистое лицо буду использовать маску перезагрузка от Organic Kitchen. Вот такой пробничек скраба с собой взяла. Он очень мало содержит каких-то частичек. Но больше такой, как умывалочка, все-таки работает. Слегка отшелушивающий. Тоже от Стендерс, как и мыло. Макияж буду снимать средством от Clinique. Вот оно, вы его видите, маленькое в маленьком объеме. Степенка от Biore. Буду умываться ей. Но даже она гель. Она скорее не пенка, а гель. Безгарант понятно. Средство вам вот это говорила в своих любимчиках в iHerb. Приобретаю масло сухое. Если нанести его на кожу, впитывается моментально. Два крема от Divash. Один для рук и один дневной. Он в моем проекте использует по максимуму. Его надо бы уже добить. Поэтому беру с собой. Не очень поняла вот этот крем. Идеалия от Виши. К сожалению, он у меня скатывается под макияжем. Дает какой-то не очень хороший эффект. Поэтому, наверное, буду использовать его без макияжа. Уже после сауны. Это крем под глаза. Беру с собой одну сыворотку. Вот такую. С сайта Алиэкспресс, по-моему. Но это такие увлажнители. Гиалуроновые. Тоже они у меня в проекте. Надо бы использовать уже. Те, кто не смотрел мое видео о том, что я ношу в своей косметичке, возможно, будет немножко удивлен. Фабрика Свобода. Крем Вечер. Крем для века лица. Днем замечательно. Содержится большое количество витаминов. Как вы видите. Вот они. Перечислены все. Еще здесь содержится пчелиный воск. И он помогает области под глазами во время морозов не пересыхать. Уже на него я могу наносить макияж. А также наношу его сверху. Потом уже. После того, как нанесла макияж. По необходимости, если кожа сохнет. И, конечно, не хочется брать огромные банки крема. К тому же пробников у меня миллион. Сейчас покажу сколько. Вот такой хочу. Клоранс попробовать. Это крем, в принципе, для лица и зоны шеи и декольте. Но вот я хочу его попробовать. Буду на декольте наносить. Вот пробники в огромном, самом большом, по-моему, контейнере. Рисфикс Прайс. Вот такое их количество. Как вы видите, здесь есть и баночки, и огромное количество масок различных. И вот такие вот пробники в сошетках. И смотрите, сколько ароматов. Просто огромное количество. Надо их как-то использовать постепенно. Так что сейчас буду носить их с собой в фитнес-клуб. Ну и только самая необходимая из декоративной косметики. Естественно, духи. Вот они маленькие. Два пробничка беру. Точнее, один из них миниатюра. Всем вам известная, да? Второй возьму Аква Алегория. Ну, как-то надо использовать. В принципе, неплохой. Кладу и навсегда здесь должна уже, наверное, остаться бенефит небольшая помада. Я показывала вам ее в своем видео об аналогах косметики дорогой, то есть аналоги люксу. Запланирована она, как вы видите, как двойная такая вот помада, которая должна амбре делать. Но по факту, видите, не сильно-то и видно это амбре. К тому же, вот что-то с ней происходит. Она постепенно отваливается. За такие деньги, конечно, делать вот такие миниатюры помад, я считаю, позор просто. Ну, в общем, как-то ее надо использовать. Здесь она кажется рыжей, но, в принципе, она такая. Более, я бы сказала, бежевая на губах. Полноразмерную тушь с собой не беру, поскольку, опять же, имею много довольно миниатюр. Дэшок и Сен-Лоран. Естественно, снимаю косметику полностью. И потом заново наношу, ну, хотя бы тушь. Также продукт от Риммель, из моего проекта, использовать по максимуму. Видите, осталось его немного, буду брать его с собой. Наверное, он у меня останется в этой косметичке для фитнес-клуба. Тональный крем, естественно, никакой с собой брать не буду. Какие-то вот недостатки, возможно, подкорректирую консилером от Катрис и все. На всякий случай беру вот такую складную кисть. Ну, и вот, собственно, все, что обычно бывает в моей сумке для фитнес-клуба. Смотрите, сумка вроде кажется такой небольшой, да, вот моя рука. То есть она, в принципе, не огромная сумка. Я видела, женщины с такими огромными ходят. Но видите, какая она вместительная. То есть туда косметичка одна убирается. Здесь косметика, здесь уходовые средства. И здесь все для сауны. Вот такая вот у меня косметичка. Армани мужская, очень удобная. Она, видите, непромокаемая. Фруктики беру с собой. И тапочки у меня вот такие в Миннесо покупала. Японский такой масс-маркет. Сумку эту покупала в магазине Сумкин. Вот так. Причем стоит она тысячи полторы всего лишь. Очень недорогая. И такая прям... Она вот тяжеленная у меня. То, что в нее очень много вмещается. Хотя она небольшая. Закапывала в глаза офтальмоферон. Теперь вообще плохо вижу. Ну ладно, ничего. Я покажу вам, что я обычно использую для фитнес-клуба. Ну просто вот такой минимум-минимум. Сейчас мы с вами будем использовать минеральное средство для кожи, которое чуть-чуть просто выравнивает тон. И все. Не более того. Все равно в течение дня, когда вы ходите, какими-то своими делами занимаетесь, на крем налипает пыль. Это неизбежно. Поэтому очень советую вам периодически протирать лицо, как я это делаю, и перенаносить уход. Вот если есть такая возможность. Ну, конечно, если вы не на работе в этот момент находитесь. Всю минеральную линейку я приобретала на сайте iHerb. Они не вошли в мои прям любимчики. Любимчики, то, что я советовала бы купить, потому что не все умеют пользоваться такими вещами. Но я сейчас хочу показать, каким образом я наношу минеральные средства на кожу вместо тонального средства. Это серия Everyday Minerals Face. Одно средство – это корректор в фисташковом цвете. Буду убирать им покраснение вокруг носа. И второе средство – это вот такая вот финишная пудра, но она имеет оттенок. Кисточка вот такая вот от Eco Tools. Я буду ей наносить этот корректор. Некоторые не любят вот эти баночки. Да, еще почему я их не внесла в любимчики? Потому что не все любят вот такие банки. И не знают, как из них вытряхнуть вот это средство. Ребята, показываю в сотый раз. Вот так оно вытряхивается. Вы видели? И все. Вы посмотрите, сколько выскакивает оттуда пудры. Не нужно переворачивать, трясти, что-то такое делать. Вот так как-то делать. Нет, у вас не получится. Вот сюда я ее наношу. Вот где покраснение. И вот сюда. Дневной уход. Я не смывала, лишь протерлась тоником. У меня все равно он остался. Просто более ровный такой слой. В принципе, под глазами у меня тоже еще осталось какое-то уходовое средство. Но я чуть-чуть всегда добавляю гиалуроновый крем под глаза на день. От Thermo-E. Очень хорошо увлажняет. Он шикарно впитывается. Видите, он кажется вот вроде такой белый и прям густой. Но на самом деле моментально впитывается. Очень советую вам его попробовать. Он не прям бюджетный-бюджетный, но действительно он рабочий такой крем. Его, в принципе, нужно, но немного. Вот смотрите, сколько я под один глаз кладу. Тени я никакие наносить не буду. Мы сейчас с вами просто скорректируем цвет лица. Сейчас я активно-активно использую шоконат. Это та самая профессиональная линейка салонная, российская косметика из Новосибирска, которую мне прислали. Я очень благодарна и мне прям пока нравятся средства эти. Но чуть позже, то есть вечером, я вам расскажу более подробно. Ароматы, конечно, просто с ног сшибательные. Как во французской кондитерской муж сказал, у нас уже ароматы по всей квартире. Поэтому у меня все ходят. Не уходят облизываться. Я боюсь уже людей, вдруг сожрут. Остаточки, кстати, на губу наношу всегда. Здесь есть заглушка, которая поворачивается, как вы видите. Опять, смотрите, таким же способом необходимое количество пудры достаю. Беру вот такую среднюю набитую кисточку. Называются они кабуки, вот такие маленькие. И буду наносить вот эту вот пудру прямо на лицо вот такими вот втирающими движениями. То есть она вместо тонального крема. Это абсолютно натуральная минеральная пудра, которую вы можете приобрести. Вообще всю косметику Everyday Minerals вы можете приобрести на сайте iHerb. Там очень хороший выбор этой косметики. Минералы полезны для лица. Она не сушит мне кожу. И с одной стороны мне не хочется какого-то, знаете, ну плотного, понятно, тонального крема. А с другой стороны и хочется выглядеть тоже приятно и на себя смотреть приятно, чтобы было в зеркало. Иногда такие макияжи я вижу в фитнес-клубе. Ну, конечно, наверное, задачи у всех разные. Серьезно занимаются, они не надевают какую-то супер-пупер там дорогую одежду. Просто действительно ходят заниматься. А если девчонки приходят найти женихов, то, конечно, они там при полном параде. Ну, я не знаю, насколько это удобно заниматься в полном косметическом облачении. Напишите мне, что вы наносите вы что-то на лицо или не наносите. Ну, вот мне, например, удобнее нанести только вот минералы и все, и на этом остановиться. Вот сейчас у меня все в креме, в тонике брови, да, расчесываю их и чуть-чуть буквально заполняю совсем-совсем светлыми тенями. Ну, просто делаю такой вот акцент на бровях. Пудру нанести очень тяжело, вот ровно. То есть я не могу ее нанести кисточкой нормально. И спонжиком тоже довольно сложно. Вот видите, я что-то провожу, а она как-то кусками остается, не остается, непонятно. А волосы уже, видите, какие длинные, уже практически коры скоро будет. Но, наверное, буду все равно убирать, сделать каскад, потому что привыкла к каскаду. Крепляю прозрачным гелем. Не очень тоже он хороший, конечно, но использовать надо все-таки до конца. Очень мокрый он, это люкс визаж. И он красится обо все тени, которыми я пользуюсь. Уже и так и пыталась им и сяк. На кисточку налепляется вообще просто море этого геля. Я переношу на руку и потом только распределяю по бровям. Тоже, вот видите, такие я себе игрушки купила, которые занимают массу времени. Кому нечем заняться, купите себе вот такой карандашик для бровей и гель от люкс визаж. И будет на целый день развлечения. Чуть-чуть бронзера. Тушь от Essence из моего проекта. Нужно ее использовать. Хотя никакую базу сейчас под нее наносить не буду. Мне нужен максимально натуральный эффект. Она никакого особого ни объема, ни длины, в общем-то, не дает. Хотя называется Big Lashes. Вот так. Сыпаться уже начинает постепенно. Вот так вот как-то сейчас ее попробую прутить. Да, немного ее уже осталось. Ну вот, видите, нижние реснички не прокрашиваю. Это вот мои натуральные такой вот длинные реснички. Самые обычные. То есть ничего особенного она мне не делает. Вот как они есть у меня, так и есть. Просто они светленькие, поэтому их не видно всей длины. Так. Ну и вот такую вот помаду кулаковую. Ну она прям совсем такая нют-нют. 809 LL. Ну, в общем, по-моему, такой номер. Следство из моего проекта, который я веду сейчас. Чтобы не забывать пользоваться косметикой. Проект у меня называется «Использовать по максимуму». Ребята, я повторяю для тех, кто недавно ко мне присоединился. У меня довольно много новых подписчиков. У вас уже почти 3000. И веду я свой канал совсем недавно. В общем, месяцев 6 примерно. Поэтому какую-то информацию, естественно, я буду для вас повторять. Кстати, бронзер у меня от «Эльф». Действительно стараюсь использовать эту косметику по максимуму. Как вы видите, вот уже дырочка-то есть. Так, это все. Одеваюсь. В фитнес-клубе вы уже были со мной. Я оставлю вам ссылочку на это видео. Я уже показывала вам. Вот здесь будет ссылочка, на каких тренажерах я занимаюсь. И вечером мы с вами снова встретимся. Будет отзыв о косметике «Шаконат». Так, друзья мои, я вернулась. Мой день сегодня был просто какой-то бесконечный. И после фитнес-клуба я уже успела побывать в гостях на подготовке модного показа у своих учениц. Которые модели, я вам рассказывала. Да, они занимаются у меня актерским мастерством. И я слезнула там. Смотрите, какие забавные стрелочки. Потому что у них был визажист. Ну, даже несколько визажистов. И они выбирали стиль. Знаете, где еще такие стрелки рисуют? В балете. Конечно, к жизни обычной они не имеют никакого отношения. Но на видео выглядит необычно. Как вы видели, я взяла тайм-аут. Видео пока не выпускала какое-то время. О косметике, которую мне прислали на обзор. Я несколько дней сейчас использую. Это «Шаконат». Я была очень приятно удивлена. Я говорила вам, когда я открыла эти баночки. Вся моя квартира наполнилась ароматом натурального шоколада. Надо сказать, что эта косметика профессиональная. Кто, кому интересно, посмотрите, пожалуйста, на сайте. Я думаю, вы удивитесь. Составы, конечно, потрясающие. В этом теперь году, в 2018-м, для меня открытие. «Шаконат» – это компания, которая производит свою продукцию. В России есть шоколадная косметика, винная косметика, золотая косметика. Представляете себе? Пантовая косметика. Фруктово-ягодная косметика. И косметика из «Пирулины» из «Ягод Годжи» молочные кремы. А также очень-очень много пептидов. В общем, того, что нам с вами, девушкам в возрасте, уже 40+, необходимо. Ну, в общем-то, это никому не повредит, потому что пептиды – это такие транспортировщики полезных веществ внутрь глубоких слоев кожи. Значит, моделирующий шоколадный крем-лифтинг для бюста. Ребята, я во мне, во-первых, я не могу, конечно, вам передать, какой аромат. Я уже вам говорила, да, что ко мне все принюхиваются. Меня это даже настораживает немножко. Особенно, когда люди говорят, что они есть хотят, и меня так с большим интересом нюхают. То есть, буквально вот такая вот текстура, да, необычная, такая суфле. При этом, при вот такой текстуре, шикарно впитывается крем. То есть, он исчезает, как будто, знаете, такое странное ощущение. И потом на коже остается, как будто не пленка, нет, а как будто, знаете, такая вот влага. Совершенно непонятно, как они это сделали, но они это сделали. Некоторое время назад я показывала вам люксовые кремы для зоны шеи и декольте. Вот вы знаете, по ощущениям похоже, очень похоже. Но это дешевле будет раз в 10, потому что здесь 150 миллилитров целых. Прям напитанная кожа, утром ты просыпаешься, и прям такая опять плотная, увлажненная, напитанная кожа. Очень странно. Для натуральной косметики необычное такое ощущение, ну, по моему мнению. Так что вот крем тоже для тела, как вы уже поняли, они похожи. У них немножко разные составы. А здесь вот больше в креме для тела именно таких выводящих ненужную жидкость, то есть таких вот дренажных веществ, подтягивающих веществ. То есть если вот здесь в креме для бюста именно улучшающих тургор кожи, то здесь вот по моим ощущениям именно такой вот антицеллюлитный эффект. Но как бы, конечно, его невозможно добиться, если вы не соблюдаете какую-то диету, не занимаетесь спортом. Но тем не менее, я думаю, девочкам, кто любит вот такие вот кремы специфические, вот этот крем очень-очень понравится. После массажа возможно его использовать. И после душа. Видите, у меня уже две любимые баночки. Еще сейчас вам про одно средство расскажу, которое я тоже с удовольствием попробовала. Это скраб, шоколадный скраб. Выглядит он вот так. Ну, совершенно просто шоколад и шоколад. Нутелла какая-то. Хочется съесть, честно говоря. Скрабирующих частичек там немного. То есть там не соль сплошная. Это сочетание кофе молотого, соли и натурального шоколада. Это, ребята, невероятно вкусно. Ну, прям вот-вот реально хочется съесть. Очень жалко даже как-то на себя намазывать. Это не жесткий пилинг. Это не то, что вы думаете. То есть это не скраб. Да, там есть частички, но их совсем немного. Если вы прям любите вот такой активный-активный, вот прям одна соль, то вам придется добавить туда. Но я даже рада, что там немного соли, ибо это было бы тогда дешево. А здесь сплошной шоколад. Я готова, честно говоря, добавить обычную дешевую соль, если у меня возникнет желание прям такой жесткий скраб провести. Вот это ощущение, что ты наносишь на себя такие драгоценные масла. Их нужно совсем чуть-чуть. Они в воде вот так вот размягчаются, расходятся по всему телу. Я еще, знаете, как делаю? Я наношу этот скраб, ну, будем так говорить, крем. Для меня это крем питательный такой для душа на тело. И потом стою некоторое время, занимаюсь волосами, депиляцией, чем угодно. И потом только уже смываю. То есть мне даже жалко его с себя смывать, я вам честно скажу, потому что это, конечно, жутко все вкусно. И знаете, какое ощущение после того, как ты уже смыл этот крем? Естественно, потом я уже ничем не пользуюсь, потому что ощущение полное, что ты воспользовался уже каким-то лосьоном. То есть не жирным, нет. Я люблю очень такие средства, потому что у меня кожа часто шелушится. После вот этого средства мне не хотелось ничем воспользоваться дополнительно. То есть потом, по прошествии скольких-то часов, я воспользовалась уже вот таким вот кремом на все тело перед сном и кремом на зону шеи, декольте и груди. Это для гурманов, это для сладкоежек, для тех, кто любит аромат шоколада. Впереди у меня еще масла для массажа. Шоколадное масло для тела, но это вот белый шоколад, да, с маслом апельсина. Пока еще его не попробовала, честно вам все говорю, да? Когда попробую, вам скажу. Не хочу сейчас пока открывать, хочу, чтобы мне сделали массаж с этим маслом. Буду вызывать своего специалиста. И кремы с пептидами, гель, маску, корректор. Еще тоже не пробовала, у меня еще целый-целый набор. Кто хочет посмотреть конкретно все продукты, которые мне прислали, которые мы с вами будем тестировать все по очереди, честно, некоторое время, потом я буду вам говорить свое мнение. А пока мне нравится. Вот именно вот эта шоколадная версия, я просто в восторге, честно говоря. Я не сладкоежка, нет, но мне нравится то, что вот это не сильно сладкий аромат. А знаете, какой аромат? Такой горького немножко шоколада аромат. То есть такой сдержанный, хороший аромат. Я думала, что меня будет мучить этот аромат, потому что он довольно сильный. Но нет, вот для любителей, для гурманов, вот это, конечно, версия. Очень, кстати, бюджетно, поскольку это российская косметика, но это действительно серьезные технологии. Новосибирск, привет! Все, кто меня смотрит оттуда, вам повезло, ребята. У вас столько там интересной косметики. И вот шоколад одна из них, которая меня не подвела, и я прям очень рада этому. Я хочу сейчас использовать свои средства, которые у меня есть до конца, и потом уже приступить вот к этим. Так что пока я не тороплюсь, как вы видите, я честна с вами, я не делаю поспешных выводов, просто действительно то, что приводит меня в восторг, а на крем для тела и для зоны шеи декольте и скраб, как вы знаете, много времени принять решение, нравится вам она или нет. Не нужно. Обалдеть какая-то. Сейчас я съем собственную руку. Сейчас я уже буду посвящать время своим дорогим и любимым мной людям, дочке и мужу. А вам желаю удачи. Спасибо большое, что вы были со мной. Пишите свои комментарии. Если вы пробовали эту косметику, пожалуйста, напишите, как вам она, и какие серии лучше попробовать, потому что сейчас у меня появится возможность попробовать что-то еще, возможно, если мне что-то подойдет. Я желаю вам удачи, и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!